Всем привет! Тема этого выпуска – домены. Домены – это возможность Node.js, которая отсутствует как в обычном JavaScript, так и в JavaScript браузерных реализациях. Домены предназначены для того, чтобы перехватывать любые асинхронные ошибки. Например, если мы взглянем на этот сервер, который мы разбирали в одном из предыдущих выпусков, то мы увидим, что пока он работает, все в принципе нормально. Но если где-нибудь происходит программная ошибка, скажем, вызов неизвестной функции, или человек ставил throw, вместо того, чтобы здесь обрабатывать, я делаю так, throw, error. Или, например, программная ошибка – это вызов JSON parse с невалидным JSON. При этом тоже бросает исключение, которое в конечном итоге валит весь процесс. То есть получается, что у нас есть сервер, к нему подключено, скажем, тысячи клиентов. Во время обработки запроса одного из них возникла программная ошибка. В текущей реализации это приводит к тому, что падает весь процесс. Это, конечно, нехорошо, потому что падение процесса – это просто обрыв соединения, причем у всех подключенных клиентов. Ну, если мы падаем, то давайте хотя бы нормально обработаем это, выведем сообщение, чтобы ошибка произошла, и тогда уже, если ошибка критичная, то можно прервать процесс. Эта задача, несмотря на то, что встает очень естественно, и вроде как должна иметь очевидное решение, не так-то проста. Из-за того, что эти коллбеки вызываются асинхронно, обычно обертывание в trycatch здесь совершенно бессильно. Даже если мы вот так вот вызовем обработчик внутри trycatch, он сможет поймать лишь те ошибки, которые будут во время текущей работы функции handler. А если какие-то асинхронные коллбеки, то они уже сами по себе. Теперь, когда мы познакомились с проблемой, поговорим о том, как она решается в Node.js. Для этого используется модуль, который называется Domain. Он позволяет создавать специальный объект, который как раз и называют доменом, например, server.domain. В контексте домена можно запускать функции, и он перехватит любые ошибки, включая асинхронные, которые в этой функции или запущенных из нее произойдут. Для примера я сейчас немножко отрефакторую этот код, я сделаю сервер экспортом и запущу его из другого файла в контексте домена. Новый запускаемый файл будет называться app.js. Он будет создавать объект домена и подключать сервер. Сервер просто экспортируется из этого файла, то есть server.js сейчас не запускает сервер, оно просто его создает. Дальше я ставлю домену обработчик onError. Любые ошибки, которые произойдут внутри домена, будут перехвачены этой функцией. И, наконец, самое главное. Я беру и запускаю сервер внутри домена специальным вызовом run. Теперь любая ошибка, которая произойдет в результате работы вот этой функции, или функции запущенных из нее, включая обработчики, будет перехвачена. Например, я запустил раз, и я запустил два. Так как адрес уже занят, то это привело к ошибке. То есть сервер бросил событие Error. Раньше это событие, так как нет обработчиков на Error, привело бы к исключению, которое бы повалило процесс. А теперь оно успешно перехвачено доменом. Что ж, давайте закроем это. И попробуем осуществить доступ к неизвестному файлу. Запускаю Chrome, захожу по этому адресу. Упс. Смотрите, что произошло. Почему-то выпало исключение. Домен почему-то не сработал. Почему? В чем же дело? Здесь проявился один важный подводный камень доменов. Чтобы его понять, и чтобы все поправить, немножко посмотрим, как вообще домены работают, и почему именно в этой ситуации домен не справился. Разобраться с доменами будет гораздо проще, если мы вместо одного сложного примера рассмотрим несколько простых, последовательно усложняющихся. Например, здесь в домене запускается функция, в которой вызывается непонятно что. Запускаем. Домен перехватил ошибку. Как он это сделал? Да очень просто. Когда функция вызывается в D.run, вокруг нее ставится неявный try-catch. Соответственно, любое исключение, которое выпадает из этой функции, тут же переходит вот сюда, в ошибку. Этот самый тривиальный случай рассмотрим посложнее. Здесь эта же функция с ошибкой вызывается внутри setTimeout. Проверим, работает? Работает. Почему? Как вот эта функция, которая внутри setTimeout'а, узнает вообще о том, что она запущена внутри домена? Ответ на этот вопрос можно дать очень просто, если заглянуть немножко внутрь Node.js. Дело в том, что когда функция запускается в контексте домена, то перед ее запуском внутри модуля домен, происходит специальный вызов. D.enter. А в конце вызов D.exit. То есть вход в домен, выход из домена. А это сработает потом асинхронно когда-нибудь. Она получит домен за счет того, что когда мы входим в домен, то текущий объект домена становится глобальным. Выглядит это так. Process.Domain. То есть можно его получить даже. А модуль setTimeout, как и множество других модулей Node.js, которые занимаются всякими асинхронными вещами, интегрирован с доменами. То есть внутренняя реализация setTimeout смотрит, и если есть текущий активный домен, тогда она при вызове этой функции гарантирует, что этот же домен будет активен. Соответственно, если я внутри функции сделаю console.error.process.domain, то я его получу в принципе. Вот так. Вот этот домен. Обратим внимание, обычный объект наследует event-эмиттеру. Давайте еще немного усложним этот пример, а именно добавим работу с файлами. Запускаю. Как ни странно, оно все еще работает. Почему? Как домен из этой функции перекочевал сюда? Да все оттуда же. Потому что внутренняя реализация функции readFile знает про домены. И когда она запускает callback, то она запускает его в контексте того же домена. Благодаря этому все хорошо. Что ж, двинемся дальше. Это будет последний пример. Теперь мы создаем новый объект сервер и всю эту катавасю, которая генерирует ошибку, засунем внутрь обработчика события. И для того, чтобы еще больше все запутать, вынесем этот код вообще вот сюда. То есть здесь мы создаем объект сервер. Ошибка будет вообще после того, как запуск домене закончился. Обработать ли ее домен? Запускаем. Как видим, все отлично обработалось. Почему? Каким образом вот эта функция узнала про домен? Опять же, все благодаря интеграции. Ведь сервер это event-эмиттер. Модуль event-эмиттер знает про домены. И когда создается любой event-эмиттер, если есть текущий активный домен, то этот event-эмиттер получает ссылку на него. Да ее можно и вывести. Вот она. Сервер-домейн. Запускаем. Вот домен. И вот опять же перехваченная ошибка. После того, как event-эмиттер привязан к домену, уже любые обработчики он запускает именно в контексте этого домена. Конечно же, если сервер создается вне активного домена, то ни о каком сервер.домейн не может быть и речи. Вот, запускаю. Домена нету. И ошибка, понятно, тоже не поймалась. Впрочем, с такими объектами тоже можно иметь дело. Необходимо лишь добавить их в домен вручную. Специальный вызов add. Если я сейчас это вызову, то все будет хорошо. Видите, ошибка перехвачена. Единственная тонкость, которую здесь следует иметь в виду, это управление памятью. Дело в том, что если event-эмиттер создан именно в контексте домена, то он получает ссылку. В данном случае сервер.домейн. А если он был создан ранее и добавлен через add, то он получает не только сам ссылку на этот домен, но и еще домен ссылается на него. То есть у домена есть специальный такой массив members, где он ссылается на все, что добавлено через add. Во всяком случае, такова текущая реализация. Соответственно, получается, что с add мы имеем двустороннюю ссылку. Сервер на домен и домен на сервер. В результате получается, что память может быть очищена не от сервера в отдельности, не от домена в отдельности, а только от них обоих вместе. То есть если есть какой-то долгоживущий домен, и к нему через add кучу всего прибавляется, то память не будет очищена, пока домен не умрет. Либо пока, когда это станет возможным, не будет вызов d.remove. Как правило, в скриптах эти штуки используют редко. Обычно стараются просто создавать все, что нужно внутри домена, и таких проблем не возникает. А теперь вернемся к примеру, который рассматривали раньше, то есть к серверу. Как вы считаете, в чем же дело? Почему ошибка здесь в обработчике запроса вылетела и не была обработана доменом? Как это поправить? Поставьте на паузу, подумайте, и мы продолжим. Что ж, я полагаю, что вы сообразили, в чем дело. Дело все в том, что сервер создан вне домена. Таким образом, хендлер это же обработчик событий request. Так как сервер создан вне домена, то при вызове обработчика никакой домен ему не передается. И throw, как и раньше, валит весь процесс. Чтобы все было хорошо, достаточно взять этот объект-сервер и создать его внутри вызова run. Вот так все будет нормально, поскольку сервер привязан к домену. Проверим, запускаем, вызываем хром. И переходим по тому же URL. Ура! Теперь домен перехватил ошибку, то есть ничего не упало. С другой стороны, конечно же, задача не может считаться полноценно решенной, потому что нужно что-то ответить посетителю. Извините, ошибка, приходите к нам потом. А как нам ответить? Здесь ведь сервер-домен он перехватил ошибку, но никакой информации о том, где она, у него нет. Для того, чтобы ее получить, мы будем создавать домен отдельно для каждого запроса. Выглядеть это может следующим образом. Здесь два файла. Слева главный app.js, основной файл приложения. Он занимается тем, что запускает сервер, создает домены. А справа Handler.js, это модуль, который занимается, собственно, обработкой запросов. Итак, смотрим. Из чего состоит app.js? Я тут сверну, для большей ясности. Он состоит фактически из того, что мы делаем с самого начала домен, и запускаем в нем все-все наше приложение. И говоря все-все, я не шучу. Здесь подключаются все модули, HTTP, Handler, создается сервер и так далее. Почему я даже подключаю модули здесь? Да просто потому, что во время подключения модулей могут подключаться какие-то другие модули. Они могут подключать третьи и так далее. Многие из этих модулей я, скорее всего, вообще не знаю, они в каких-то библиотеках используются. При подключении модулей и их инициализации могут создаваться какие-то объекты, event-метеры. Я хочу быть уверенным, что эти event-метеры подключатся именно вот к этому домену. Но, конечно же, основная задача этого кода это запустить HTTP сервер. Вот это я делаю. И здесь в обработчике запроса я тоже создаю новый домен. Этот домен будет заниматься обработкой ошибок, которые появились во время данного конкретного запроса. Его преимущество то, что он знает про запрос. У него есть обработчик OnError, который, если какая-то ошибка, может ответить. 500, извините, ошибка. И не только ответить, он может в лог записать именно то, что вот такой запрос пришел и такая-то ошибка. Таким образом, я как разработчик буду видеть, что вот у меня там был такой запрос. И мне будет гораздо проще эту ошибку воспроизвести и исправить. Здесь же я явно привязываю к домену объекты rec и res, поскольку эти объекты, во-первых, являются event-метерами, во-вторых, они были созданы во внешнем Node.js коде. Поэтому я вынужден привязать их явно. Итак, допустим, у меня хендер выполняется. Произошла ошибка. И она попала вот сюда. Я ответил человеку, до свидания, извини, тут проблема. Записал все, что надо в лог. Затем нужно подумать. Дело в том, что ошибка может быть очень серьезной. У нас же один сервер поддерживает множество клиентов. И если эти клиенты как-то общались между собой, то в произвольном месте выскочившая ошибка, обратим внимание, домены, какие попало, ошибки здесь у нас не ловят. Обычно ошибки мы в колбейке перехватываем, в try-catch, а это именно какая-то программная ошибка, скорее всего. Соответственно, ее появление означает, что сервер сейчас находится в таком непонятном состоянии. И оставлять его в нем достаточно опасно. Поэтому хорошо бы этот сервер прибить и поднять новый чистый процесс Node.js. Есть, конечно, ситуации, в которых можно оставить сервер работать дальше. С другой стороны, ну, давайте делать как безопаснее. Соответственно, для этого я вызываю сервер-домейн и мид-эрор. Таким образом, я передаю работу с ошибкой вот этому вот он-эрор. Обращаю ваше внимание еще на такой нюанс. Домены, конечно, похожи на try-catch, но это все-таки не try-catch. В частности, если я в этом он-эрор сделаю throw, то управление вот сюда не попадет. Вот. Вместо этого такой throw отовсюду выпадет и повалит процесс. Поэтому я именно вызываю через emit внешний домен. А дальше уже обработчик на этом внешнем домене будет заниматься тем, что завершит обработку ошибки и по возможности мягко загасит текущий процесс сервера. На этот код просьбы внимания не обращать, он схематичный. Процесс поддержания кластера серверов в рабочем состоянии – это такая более общая тема, и это не этот выпуск. Нам здесь важны именно домены, и мы получили в принципе достаточно рабочую схему для вложенной обработки ошибок. По возможности мы стараемся обработать ошибки в контексте запроса, чтобы по крайней мере вывести, что это за запрос, чтобы программисту было легче отлаживать. А если ошибка оказалась более глобальной, то ее в любом случае подхватит вот этот домен, просто потому что он перехватывает вообще все. На этом в принципе можно было бы остановиться, но тогда наше понимание будет неполным и, увы, далеким от реальной жизни. Внимание, вопрос. Скажите, пожалуйста, вот у нас схема, сервер домен, реквест домен. Возможно ли такое, что во время обработки вот этого запроса, ошибка которой произойдет, выскочит за пределы реквест домен? Подумайте, пожалуйста, нажмите на паузу, потом продолжим. Подсказка – вот. Ответ – да, возможно. Чтобы это продемонстрировать, я немножко модифицировал пример. Я раскомментировал базу данных. База данных может быть MongoDB, может быть MySQL, может быть Redis. Это не важно, у них всех одна и та же проблема при работе с доменами. Для того, чтобы ответить посетителю, мне нужно сделать запрос к базе. Вот я его делаю. Дальше я должен что-то сделать с данными, возможно обработать, может быть, не понадобятся другие запросы. Так или иначе, в процессе произошла какая-то ошибка. Посмотрим, куда она попадет. Запускаю. И перехожу на корневую страничку. Оп. Что произошло? Соединение было разорвано. И сервер error – это то, что выводит вот этот домен. То есть эта ошибка вовсе не была перехвачена вот этим обработчиком. Она пошла сразу сюда. Почему? Ведь эта ошибка возникла в процессе работы вот этого обработчика. Как так получилось, что она вышла из реквест-домен? Еще немного времени на подумать. Поставьте на паузу. Потом продолжим. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо вспомнить, что существует всего два способа, как домен переходит в коллбеки асинхронных вызовов. Первое – это внутренние нодовские методы, встроенные с setTimeout, fsReadFile и так далее. Они интегрированы с доменами, и они передают домен дальше коллбеку. Второе – это всякие event-эмиттеры. Если event-эмиттер был создан в контексте домена, то он к нему привязывается. Метод redis.get, который я здесь вызываю, использует вот этот объект redis, который был создан вне контекста запроса. То есть он был создан не вот здесь, внутри, а он был создан при подключении модуля. В Node.js это стандартная практика, одно соединение используется для множества запросов. Соответственно, если мы хотим получить какие-то данные, то мы даем этому объекту вот, собственно, что мы хотим получить, и какой-то коллбек. Дальше этот объект что-то делает, отсылает что-то в базу данных, и у него есть внутренние event-эмиттеры, которые были созданы, собственно, здесь же, вместе с ним, которые будут генерировать события, когда база что-то ответит. И эти внутренние event-эмиттеры при генерации события передадут домен, какой? Конечно же тот, с которым они были созданы. То есть вот этот вот внешний домен. Так что получится, что этот коллбек будет вызван в домене server domain, и не сохранит контекста запроса. Дальше, если этот коллбек вызвал какие-то другие функции, то, соответственно, тоже мы получим тот же домен, и request-домен для нас будет потерян. Что делать? Тут есть два варианта. Первый вариант – это поставить специальный вызов process.domain.bind. Этот вызов возвращает обертку вокруг функции, которая привязывает его к текущему активному домену, то есть к домену запроса. Вот так, если я сейчас запущу, то все будет хорошо. О, все сработало, что надо. С другой стороны, очень часто лениво вот это все писать. Кроме того, возможно, мы используем какие-то сторонние модули, и там этого не написано, и также абсолютно потеряется домен, и тут уже мы ничего сделать не можем. Понятно, что такую обертку хорошо бы перенести в саму библиотеку базы данных, но большинство библиотек этого не делают. Они не интегрированы с доменами, и не так-то просто интегрирующий код бывает туда добавить. Это одна из причин, по которой домены используются не как действительно асинхронный try-catch, а как резервное решение. И все ошибки в нормальном программировании передаются через коллбеки. Будем надеяться, что в будущем, по мере развития доменов, эти недостатки исчезнут, и домены действительно станут асинхронным try-catch, ведь с этой целью изначально они и были задуманы.